Мы как в настоящем английском боксерском зале, бойцовые собаки. Как если не я, кто будет рассказывать о том, что такое нокаут? На улице ударить сильно голым кулаком, это уже что-то из ряда вон выходящее. То есть я надеюсь, что мы еще увидим Дмитрия Кудряшова и в кимоно. Дмитрия Кудряшова Привет, братцы! Это «Практика с бодиком», это телеканал «Точка отрыва». И сегодня у нас крутейший гость. Известный российский боксер Дмитрий Кудряшов. Дмитрий Кудряшов. Мастер спорта по боксу и рукопашному бою. Чемпион WBC Silver. Интернациональный чемпион по версии WBA. Димка, привет. Мы как в настоящем английском боксерском зале. Бойцовые собаки, бойцовый Дима Кудряшов. Наша программа, естественно, смотрит очень много бойцов-профессионалов, но еще больше смотрит парней, у которых просто дома висит там мешок, несколько снарядов таких тренировочек, которые очень любят бокс. Мы получаем письма именно с просьбой рассказать о твоих тренировках. Тяжелые веса – это базовые упражнения, приседания, становая тяга, жим. Я это все делаю. Большими весами? Я делаю большими весами. Вот какие твои личные веса? Ну, жму я 145. Ну, это много. Да, то есть приседаю я, если мы не пользуемся какими-то резинками или цепями, для того, чтобы, скажем так, форсировать нагрузку. Там тоже где-то около 200. Это прям большие весы. В значительной степени скоростно-силовые качества зависят от силы атлета. Поэтому нам нужны такие классические движения, как приседания, жимы лежа или становая тяга. В данной вариации мы выполняем приседания с резиной, так как Дима сейчас находится на подготовке к бою, поэтому ему нужно сместить такое классическое упражнение, как приседания, больше в сторону мощности, то есть больше в сторону скорости выполнения. Резина позволяет выполнять движения с большей мощностью, потому что она затормаживает атлета в верхней точке и не дает штанге вылететь, и атлету выпрыгнуть со штангой. Поэтому спортсмен на протяжении всего повторения выполняет движения с высокой скоростью. Нам это очень полезно. Мы можем с помощью этого метода поддерживать силу спортсмена на высоком уровне весь кэмп, при этом на следующий день спортсмен может спокойно боксировать с высокой скоростью, и это в меньшей степени скажется, чем классические тяжелые приседания. Мы выбираем ту резину, которая позволяет выполнять спортсменам с весом примерно 60% от их одноповторного максимума, то есть от того веса, с которым они только одно повторение смогут сделать, выполнять довольно скоростные повторения и чтобы штанга не вылетала в верхней точке. Пауза внизу убирает цикл растяжения сокращения, то есть спортсмен в меньшей степени использует сухожилие и в большей степени использует нервную систему и мышцы. Вместе с этим, так как движение все-таки быстрое, пауза позволяет корректировать технику выполнения движения. Поэтому почти всегда в скоростно-силовых заданиях с весом мы именно убираем цикл растяжения сокращения и делаем паузу. Я с удовольствием это делаю. Я чувствую, что это дает мне именно взрывную силу, именно то, чем вы сказали, чем человек может ударить. Как если не я, кто будет рассказывать о том, что такое нокаут? Все свои победы я завершил нокаутом, побед по очкам у меня просто нет. Мексиканцы говорят, если ты пловец, плавай. Если ты бегун, бегай. Если ты боксер, боксируй. Так вот, если у тебя цель научиться бить, то 80-70% твоей подготовки должна быть специальной работы. Она должна быть боксерской. И только вот то оставшееся количество... Ты можешь уже себе распределить. Ты должен уже, скажем так, поддерживать свои силовые качества. Несколько исследований научных подтвердили, что сила в жиме лёжа коррелирует с силой удара и может некоторым спортсменам принести выгоду в нём. Так как, опять же, Дима находится на кемпе на подготовке к своему боксерскому бою, мы не можем использовать на данном этапе уже большие веса, поэтому мы используем большие скорости. Для достижения больших скоростей и большей мощности мы используем резинки, чтобы, опять же, штанга при большой скорости не вылетела. В понедельник мы работаем над силой ног. В среду мы работаем после спарринга, работаем над жим-лёжа в различных вариациях, опять же, с резиной и так далее. Сейчас уже очень мало осталось времени до боя и нельзя травмироваться, поэтому веса меньше, но мы оставляем эту взрывную работу небольшое количество. Ты во взрывной манере работаешь? Да. Это очень важно, чтобы я это делал со взрывом. И для того, чтобы, скажем так, не было в тот момент, когда я жму, у меня не было пустых участков, да, когда там подтолкнул, в конце дожал и так далее. Для этого резинка и... Да, технические моменты, они для меня не важны. Мне нужно максимально задействовать большее количество своих волокон. Поэтому резинки, небольшой вес, и делаем это максимально быстро. Давайте, парни, второй подход начали. Мы увеличиваем вес тела атлета с помощью гантелей. И за счёт этого мы больше смещаемся в сторону силы от скорости. Это важно – тренировать мощность с разными проявлениями силы и с разными проявлениями скорости. За счёт этого она растёт. Потому что, если просто прыгать, это даёт эффект на начальных этапах, но через какое-то время эффект стопорится и больше не развивается. За счёт прыжков с гантелями мы стараемся обойти эту сложную ситуацию. На ноги ты что делаешь? Приседания, выпрыгивания? Что ещё? На ноги делаю приседания, запрыгивания на тумбу. Без контрдвижения, пауза внизу 2 секунды, пауза на тумбе 2 секунды. Не, не торопись только, да? Две руки на поясе сейчас. Подсел 2 секунды, мощно вверх, пауза. Хорошо, именно старайся, чтобы центр тяжести вылетел вверх. Не просто ты очутился на тумбе. Вверх, макушкой в потолок тянись. Паузу сделай больше внизу. Это скоростное силовое действие, в течение которого спортсмены за минимальное время проявляют максимальное количество силы. И это имеет перенос в дальнейшем на удары, перемещения, которые они делают на ринге. Ребята скажут, наверное, 5 повторений, что это такое. Ты должен бить сильно, но короткое время, чтобы твоя нервная система запомнила это движение. Именно, в общем, все сложилось, единую цепь. Да, сложил все, что есть. И обязательно в каждой тренировке по физической подготовке. После силовой работы, нет, точнее до, когда организм еще свежий, когда хорошо воспринимают информацию, броски тяжелого мяча, митбола в стену. Здесь тренируются и мышцы ног, и мышцы корпуса, и мышцы верха тела. Мы делаем по 5 повторений и делаем значительный отдых между подходами, чтобы они смогли восстановиться и делать максимально интенсивные повторения в течение каждого подхода. Ребята скажут, наверное, 5 повторений, что это такое. Но тут, скажем так, не задача утомить себя повторениями, а тут задача запомнить максимальное усилие. Я, кстати, извини, что перебью, я когда-то занимался киркосинкой и карате у Дмитрия Юрьевича Котвицкого, а он знаменит тем, что воспитал самое большое количество мастеров спорта и мастеров спорта международного класса по киркосинкой и карате, очень известный тренер. И он, помню, я работал на мешке, он подошел и говорит, что ты делаешь? Я говорю, ну, удар ставлю. Он говорит, Сережа, сильно и быстро можно ударить 5 раз, а после этого бьешь не сильно и не быстро. Потом скорость падает. И техника. Ты должен бить сильно, но короткое время, чтобы твоя нервная система запомнила это движение. Именно вот все сложилось в единую цепь. Вложил все, что есть, но больше 5 раз нельзя. Аж потом начинает и скорость, и сила угасает. В каких перчатках нужно работать? Легкие накладки, большие или в тех и в тех, и почему? Интересный вопрос, и, скажем так, не все в нем разбираются. Но я задаю вопрос тебе. Да, когда остается совсем мало времени до боя, я одеваю перчатки те, в которых ты будешь выступать. Это 10 унций, это легкие перчаточки, и то есть я к ним привыкаю. А все остальное время, дабы не травмировать свои руки, лица соперников, я спаррингую в 20 унцовых перчатках, большие. Здесь на мешке я бы тоже рекомендовал нет-нет снимать перчатки вообще, потому что ощущение... Ощущение формирования кулака, формирования кулака и вообще ощущение удара в перчатке, оно иное. То есть когда человек постоянно бьет в перчатки по мешку, потом на улице ударить сильно голым кулаком, это уже что-то из ряда вон выходящее. Поэтому если, скажем так, вы хотите бить жестко без перчаток, нужно бить без перчаток, потому что голова запоминает удар в перчатки. Но перчатки это хорошее средство, чтобы отработать какие-то движения в парах и не травмировать своего противника. Помогает видео, когда ты сам себя снимаешь, или тренер, который не всегда, ты все видишь сбоку? Тут тоже на буквоса многие грешат, вот зачем все снимать, что работаете. Но это снимается не для того, чтобы выложить в инстаграм. Это снимается для того, чтобы можно было посмотреть со стороны и оценить качество действий. А ты сам сколько у себя находишь всего? И находишь, конечно, потому что, скажем так, никто не знает тебя лучше, чем ты сам. Очень важно попадать местом. Да, что-то по месту. Есть ребята, которые очень сильно бьют, у них огромная сила, но люди все равно не падают. Отчего это происходит? Нет жесткой конструкции. Где-то чуть пальцами попал, где-то чуть не докрутил, где-то не лег удар на фаланге. И отсюда и получается, что... Вроде в перчатке бьют страшно. Страшно бьют, звук большой, а толку нет. Только ты сам можешь почувствовать, лег удар или не лег. Сколько лет ты карате прозанимался? Я дошел до коричневого пояса, и у меня до сих пор есть такая мечта. Я даже разговаривал со своим первым тренером. Можно я еще там приду на черный пояс? У меня ведь грамот, и все это осталось, что я сдал. Вот и, конечно, карате можно в 90 лет прийти. Да, да. Ну, не сказать, что я большой поклонник какой-то философии японской. Но я думаю, что это, скажем так, хорошее прикладное искусство, чтобы там раскрыты правильные вещи, и там все-таки любая активность для человека, она очень полезна. То есть я надеюсь, что мы еще увидим Дмитрия Кудряшова и в кимоно когда-нибудь. Мы тебя снимем отдельно. Понимаешь, лет через 10 мы встречаемся. Лет через 10. А почему нет? С черным поясом. С черным поясом Дмитрий Кудряшов. Так что, братцы, смотрите телеканал «Точка отрыва». Еще как минимум лет 10 мы вам обещаем отличную программу. С вами был Дмитрий Кудряшов, Сергей Бадюк. Телеканал «Точка отрыва». Программа «Практика с Бадюком». Берегите себя. Продолжение следует.